приветики привет привет такой мишка вот этот животик я вышивала сама это вообще мое было первое рукоделие вот это было мы вот прям первое первое рукоделие показывать свои рукодельные покупки такой вот мишка такой животик у меня были виртуальные отношения два года и мне просто нужно было даем я же рассказываю про интернет зависимость вот поэтому всегда вопрос вот у меня всегда в голове вопрос чем чем стоит делиться чем нет вот вчера дело эти бусы перед сном примерно это время вот и у меня были виртуальные отношения два года и мне просто нужно было вот какое-то вот чем-то заняться да чтобы там не писать не писать да что такое виртуальные отношения это как печатаешь печатаешь что-то и мне вот вот яркий пример то есть я ничего не умела я не умела ничего да ну в плане вот какого-то рукоделия да вот ну тоже хочу похвалить себя похвастаться вот и это первое что мне пришло в голову очень хотела нашить сердечко давно и я просто взяла обычные самые ниточки покажу какие ниточки вот они у меня всегда я положила себе ниточки на виду или как это сказать да по не всегда мне были иголочки вот такие вот ниточки вот это сделано вот такими вот ниточками здесь более постельно нежное розовый такой то есть я просто была в виртуальных отношениях и вот у меня была потребность что-то печатать я создала что мне нужно из какое-то похожее действие да потом потом это были картины по номерам алмазные мозаики да вот так что вот вот так вот закончился мой виртуальный роман да вот и начался роман о котором я расскажу дальше своем ролике вот но на самом деле почему я так встревожена взволнована потому что я хочу поднять и ну в хорошем смысле очень интересную тему а именно чувство вины интернет буквально в парочке слов у меня потребность пить пить вот я хочу пить по пить чаю и кажется ну как вот пить на вот хоть что хочу то и делаю это мой ролик и я что считаю нужно то и делаю как мне просто вот 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 чтобы всем вот он как мне будет хорошо ну ладно немножко собой поболтала вот но да вы если допустим можно обратить внимание если человек постоянно употребляет например алкоголь да или вот ну питье да это про травму развития сейчас не будем уходить в фрейдом вот немножко продуло плечо и буквально пару слов очень важная тема чувство вины и интернет вот когда ты там в 30 40 50 залазишь в интернет да и что там проверяешь смотришь контролируешь я у меня вот это абсцессивно-компульсивное расстройство может не знаю может завтра снять ролик на эту тему посмотрим ну вот я тоже не понимаю насколько пока ну как бы вот я же как бы спасатель по своей сути да вот у меня роль спасателя спасатели не всегда боятся показать что-то это всегда у него другого да у кого у того кого там жалеем вот спасаем вот у этого там вот маленького да а у меня все не у меня все хорошо это и есть роль спасателя вот но и насколько это нужно не понимаю ну ладно вот вообще интересная тема на будущее окр активно-компульсивное расстройство и интернет как это в виртуальном пространстве но вот это же показывать как бы свои какие-то слабые места да вот ну ладно про чувство вины да и интернет но она вылетает к этому залазь ждатом 300 30 и 40 50 и проверяешь вот и очень важно снять это внутреннее напряжение это так основная ключевая мысль вот из резиночек кстати тоже браслета вот такие можешь снова и начать делать очень важно снять это внутреннее напряжение потому что это внутреннее напряжение приводит к тому что ты идешь туда и сорок первый раз смотришь как это связано ну то есть смотри ты начинаешь испытывать чувство вины да тебе хочется от него уйти смотри когда ты испытываешь вину ты испытываешь тягу ну тягу к предмету своей зависимости ну вот хотел сказать моем случае но говорить не говорить но в случае зависимых от интернета это интернет да то есть вина формирует тягу блин это замкнутый круг ты опять идешь в этот интернет опять испытываешь вину да очень похоже на процесс употребления алкоголя вот то есть испытываешь вино хочешь снять снять эту напряжение да что такое вина это напряжение идешь в интернет снимаешь и опять испытываешь эту вину напряжение этот бесконечный замкнутый круг поэтому очень важно снять это напряжение каким образом ну да сегодня вот я пришла домой я стала смотреть просмотры сколько там контролировать они очень много контроля каких-то проверок до созависимых таких это тоже переместилась интернет ну да да вот мой мой час после да вот пришла после работы думала проведу конструктивно думала буду вот швейную машинку год год не могу боюсь да что-то пошли на швейной машинке страх страх потому что вдруг там что-нибудь а вдруг там ну в общем ну вот так провожу время да ну значит это помогает снять напряжение и у тебя и тяга уменьшается вот ладно как ну как бы так объяснила я думаю понятненько 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 вот так что сегодня я тут купила и забрала пункте выдачи вот такой вот классный яркий бисер голубой он очень ну крупный я не буду говорить какого размера потому что я путаю с них сейчас посмотрю шестерка написано яркий крупный я думаю очень красивый год бусы да ну красиво же бус смотрится вот очень очень здорово этот мишка подсвечивает вот потому что я уже тысячу лет не снимала вечером и да вообще без такой подсветки вообще никак вот и я хочу да получается то есть это было моё просто первое рукоделие просто у меня были просто вот такие нитки и этот мишка и иголка а сейчас я каждый вечер что-нибудь доделаю да и у меня нет никаких виртуальных романов да и вообще я практически не пишу книгу текст не люблю это я в основном аудио вот бисер мне что нравится здесь разные цвета и давайте посчитаем сколько здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 еще 8 цветов да теперь если вы смотрите это я забрала пункте выдачи 8 цветов в районе ну 170 рублей да такая пачка здесь есть крупные бисер так как вот здесь вот крупный бисер покажу вот такой вот бисер здесь смотрите два крупных вида крупных бисера и вообще я стала фанатом да потому что можно делать очень быстро за один вечер вот такие бусы вот сегодня вот такой вот гребень раскрашивала раскрашивала вот и то есть смотрите здесь разные размеры бисера да разные оттенки и вот еще раз давайте 8 цветов в магазине ткани бисер у нас стоит 55 рублей да минимум я бы сказала ну 55 рублей да вот в обычных теперь то есть это это 450 рублей бы мне бы обошлась такая пачка да тут 170 рублей и у меня столько цветов да и здесь много здесь ну мне кажется здесь больше чем в магазинах ткани обычно ну за это не буду как бы да вот и еще вот эти пакетики под бисер я пристала их как-то выбрасывать я пока их сохраняю думаю что они мне пригодятся то есть не такие рассказать да в общем я сохраняю эти пакетики вот да Миша мы с тобой сохраняем пакетики в общем вот такой вот классный бисер думаю получится очень красивые бусы вот из такого да какого-нибудь бисера в основном да я в одну как бы полоску плиту мне просто это нравится вот сегодня у меня вот такая вот лентафорическая карта мне попалась конечно же я сделал запрос утра сейчас я метафорической карты занимаюсь пока я дома пишу запрос между делом я использую синдром дефицита внимания как-нибудь еще раз запишу этот ролик себе на пользу то есть я между делом прибираюсь так как я прибираюсь я показываю я пишу слово уют 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 у меня на видео нельзя взять паузу и это развивает мои ораторские навыки импровизацию вот я пишу слово уют я делаю это каждый день беру такую бумажечку у меня всегда стоят вот такие вот стикеры здесь вот разные вот такие вот закладочки вот беру такую бумажечку с утра и здесь 6 пунктов то есть это 6 раз по 10 минут вот красотка вот 6 раз по 10 минут и я вычеркиваю то есть я 10 минут прибралась и я вычеркнула 10 минут прибралась я вычеркнула если я например работала в этот день вот сегодня я подрабатывала у меня нет работы у меня есть подработочки подработки вот то я знаете как в школе короткие уроки сокращенные уроки по 30 минут и вот у меня также 10 минутки они сокращенные становятся если мне там ну например надо и я стараюсь каждый день по часу прибираться так вот такая вот метафорическая карта сегодня мне досталось так что бы я сказала про эту метафорическую карту вот образ закрученной юбки так карандаш сейчас покажу вот какие то есть можно задать это я придумала такую практику какие образы я здесь вижу я здесь вижу образ закрученной юбки я здесь вижу образ вот ветра туч да вот в общем интересно достаточно карта отклика она мне сильного не вызвала но сегодня вот она мне досталась на самом деле для меня эта карта метафорическая про какую-то отстраненность про незащищенность вот этого мальчика да обратите внимание как отстранен он стоит да зонтик что он как бы защищает но не от всего да и так ну в общем вот такая метафорическая карта это она это акварель акварель акварельная акварельная как бы живопись вот и наверное покажу свои фигурки которые я сделала почему-то сейчас немножко отошла от пластилина вот так ну что я показываю вот такая вот солушка очень красиво получилось попробую сделать очень довольна надо вот так чтобы придумать чтобы придумать сейчас подумаем если я попробую вот так допустим и вот так уже получше вот опять мой внутренний перфекционист включился давайте так попробуем так ну значит как получается вот такая вот сошка очень тоненькая я обязательно покрываю их лаком и нужно положить на ночь породилку чтобы пластилин затвердел стал твердым вот вот так угу можем вот такая вот зайка я просто думаю как показать так чтобы было хорошо видно и заморачиваясь на эту тему вот такая вот зайка ладно вот вот она про внутреннее напряжение говорила да вот такая вот зайка как как мы при хорошем освещении покажу это мои первые работы из обычного пластилина я еще раз я кладу фигурку в морозилку на ночь и обязательно покрываю на несколько раз лаком сейчас лето и обратите внимание с ними ничего не случается вот такой вот милый зайка какой вот милый зайка ну какой то милый зайка очень стесняюсь вот этой своей детской части вот вот такая вот сова очень тоненькая на обратите внимание я думаю что можно даже вот так сделать как это брошь будет красиво конечно же она скреплена на ну палочки спички какие то то есть иногда я даже вставляю например вот такие вот лапочки лапки покрывала когда еще раз красиво бы брошь кажется получилось да брошь пока я не но у меня есть булавочки куплены но пока я не делаю вот такой зайка там прям мои первые первые работы да такое скульптурирование и вот такая лисичка какая она милая тоже красиво брошь мне кажется была ну и не знаю насколько пластилин способен уж прям такую жару жару выдержать все таки в комнате это одно да вот такая вот лисичка а и немножко я покрыла ее блесками вот как то так ну что так проходит мой вечер да я немножко провела в интернете сняла сейчас ролик очень интересный полезный вот скоро спать я ложусь двенадцать ну и уже нет желания залипать на каких-то фильмах вот ну и швейную машинку под вечер тоже как то не хочется ну ладно а я лисичка Олеся показывала свои фигурки еще раз покажу такую совушку показывала свои метафорические карты на самом деле для меня это ну про отстраненность про какую-то незащищенность мальчика вот подняла такую интересную тему как чувство вины да когда там ну чувство вины интернета и что вот внутреннее напряжение как раз можно снять да тем что ну да вот я такой вот я делаю так вот вот и тем самым я уменьшаю тягу и показывала свой висер такой 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 ну дебяшок сегодня делал тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам пока-пока тарам-тарам-тарам-тарам н�� патта и подlights тараааааааааааааааааааааааааааааааа –hутг холона